Замедлительно. А сейчас мы продолжаем общение со специалистом по Адриатике. Ну, начнем с Адриатики. А там я знаю, что обычно такие специалисты, не специалисты широкого профиля. Если вдруг будут какие-то еще у нас вопросы и время, мы готовы будем затронуть и другие вопросы. Так вот, Татьяна Демьяненко, компания News Travel и Адриатика. Черногория, Хорватия. Да, это, наверное, очень такие самые красивые страны на Адриатике, на Адриатическом побережье. Там действительно очень красивое море, и природа, ну, наверное, только ради нее и стоит посещать такие страны, как Черногория и Хорватия. Основной изюминкой, я согласна, прежде всего, и природную изюминку является, безусловно. Да, 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 очень красивые горы в Черногории и в Хорватии тоже, да. Вода очень прозрачная, очень чистая, и действительно, ну, влюбиться в это море невозможно. Не влюбиться, вернее. Невозможно, да, да. Вот, и, кстати, ну, мне очень нравится кухня также, потому что морепродукты свежие, даже те же там кальмары. Сразу так вспоминаю вкусы. Да, наша задача вас приобщать и на всех уровнях чувствительности, на вкусовых, на зрительных, на аудиоканале и так далее. Вот будем пытаться это сделать сейчас при помощи, ну, я думаю, что, да, подготовленной презентации, но, собственно, личных впечатлений. Есть также у нас презентация. Пляжи в Черногории очень красивые, они разные. Есть и там более крупная галечка, да, и помельче. Есть и песчаные в улице, которые считаются лечебными. Поэтому, в принципе, для, в зависимости там, да, от туристов, каждый может выбрать для себя какой-то пляж, которому больше всего нравится. По поводу Черногории. Вот почему Черногории и почему ее стоит посетить? Во-первых, безвизовый въезд. Хотя, как бы, для кого-то, может, это и не проблема открыть визу, но есть же все-таки люди, которые хотят сегодня забронировать, завтра улететь. В Черногории это возможно. Это даже не сколько связано со временем, да, а сколько, ну, собственно, с перечнем тех мероприятий, которые необходимо сделать. Да, собрать документы. Окей, я могу и за месяц, но я не хочу собирать документы, я не хочу заниматься этим, что я просто хочу забронировать, привезти деньги и сказать, когда они там пришли. Вот в Черногории это возможно. Сегодня забронировали, завтра улетели, только успели там собрать купальник, и там шорты, и все, и хватит. Ну да. Вот, потом очень удобно то, что действительно многие черногорцы, они понимают русский язык. Даже если не совсем понимают, очень близок черногорский язык, его действительно можно понять. За несколько дней вы будете уже знать несколько, там, элементарных таких слов, да, и вы сможете даже объясниться. Но с тем же и не проблема в каком-то ресторане, там, или в кафе заказать что-то покушать, вас официанты поймут, вот, что вы хотите. Во многих заведениях есть меню на русском языке, вот, как бы проблем с этим нет. Опять-таки море, да, повторюсь, то есть то, что стоит внимания. Они, тем более, эти пляжи были награждены неоднократно голубым флагом, он как самое лучшее. И также экскурсионная программа. Тоже есть, что посетить, что посмотреть, и природные, и архитектурные, исторические, и хорошие цены. Бюджет, в плане бюджета очень удобно, потому что туры начинаются от, даже чуть меньше, где-то 258, где-то 280 евро, вот так вот, на человека. Ну, это в виллу без питания на неделю, для того, чтобы посетить страну, а мы едем зачем? За морем, за пляжем, за отдыхом. Нам есть туристы, которым же, как бы, не нужны, там, хороший, там, супер-сервис, да, там, уровня, там, отеля 5 звезд. То в Черногории можно действительно незадорого полететь, увидеть страну, отдохнуть, подышать этим воздухом, который выходишь на пляж, и чувствуешь запах, вот, именно, моря и сосны. Ну, вот, собственно, это то, что сейчас актуально, потому что стоит сейчас вопрос о том, что все-таки бюджетные туры, и какие альтернативы, в частности, и Крыму тому же могут быть. Вот, я думаю, что Черногория, да, в этом смысле, как раз очень подходящий вариант. Да, по поводу следующего слайда, то есть я вот расскажу, так, общую информацию про Черногорию, как бы, потому что, чтобы все знали, есть столица, это Подгорица, прилетаем. Для столицы такое, какое-то северское название, да, Подгорица, столица. Но прилетаем мы в Тиват, если летим на побережье, да, нормально. У Тиват уже как-то убедительный звучит. Далее, ну, язык, то, что я сказала уже, черногорский, валюта евро. Кстати, тоже, что очень удобно, летишь с Украины, ты не думаешь о том, там, что надо, там, на месте будет менять валюту, ты прилетел себе в Украине, поменял евро, прилетел с евро. Все, замечательно, ничего не меняешь, не думаешь, там, в уме, сколько это на гривны, как бы, не приходится переводить по несколько раз. Время отстоит от Киевского только на один час, тоже очень удобно, как бы, нету такого, да, перемена с дня на ночь, и приезжаешь в тот же почти часовой поезд, и тебя отлично чувствуешь. По поводу полетной программы. Мы летаем в авиакомпании «Роза ветров», борт «Аэробус-320-й». Начало программы из Киева 1 мая, из Донецка 7 июня, из Харькова 7, тоже из Одессы 8, из Львова 8 июня, Днепропетровск, то есть у нас 5 городов, все туристы с Украины захотели, есть возможность улететь, да, 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 туристам не придется далеко там, да, ехать до аэропорта с пересадками там на поезде. Здесь все основные регионы, да? Да, 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 очень удобно. И также вы видите, по продолжительности, если из Киева, то можно 7, 8, 10, 11 ночей, 12, 13, 14, то есть тоже на какую продолжительность, сколько у туристов там есть времени, да, на отпуск, выделить на отдых. Очень удобно, вот это вот обширная программа, такая разнообразная, очень удобно. Виза, в данном случае, то, что я говорила, да, как бы не нужна виза, виза нужна только в одном случае, если турист планирует пребывать в стране больше, чем 90 дней. Также необходимо оформление виз, там, если транзитное, да, следование, то есть если будете ехать своим транспортом. Далее информация по поводу срок действия паспорта, стандартно, должен быть не менее 90 дней со дня въезда в Черногорию, и продленные паспорта граждан Украины действительны для въезда в Черногорию. Вот у кого есть продленный паспорт, подходит. Фотография стандартная ребенка должна быть вклеена с 5 лет. Ну и также, если ребенок путешествует с одним из родителей, обязательно должно быть разрешение, нотариально заверенное от второго родителя. И про особенности страны, да, как бы еще раз хотелось бы рассказать, то, что уже, в принципе, я и говорила, великолепные пляжи, кухня, вино, вино Враночь, очень вкусное. Враночь, это название такое? Да, да, красное сухое вино, очень вкусное, и оно недорогое. Враночь, что же это значит, интересно, как это теперь может переводиться? Враночь, мне что-то с утром связано, покажите, что это раннее. А, ну я знаю, завтрак у них до ручек. О, нет, не связано. Вот, поэтому здесь, наверное... Кстати, он говорит о языковом барьере, отсутствие языкового барьера. Он говорит, отсутствие это есть, потому что оно звучит как-то, да, нашими буквами. Но ужин у них вечеря. А, ну окей, ладно. А, добрый день, добрый день. Ну да, ладно, потому что как-то завтрак мне не показался таким понятным словом. Самое интересное, мне понравился перевод, когда я в меню увидела название «Жестока пицца». Я когда еще читала, я подумала, что это жестока пицца, и подумала, что это, наверное, очень острая пицца. Оказывается, это крепкие алкогольные напитки. Ой, прелесть, а еще расскажите. Жестока пицца. Вот это точно, жестока пицца. Да, это алкогольные напитки. Не употребляйте жестока пицца, пожалуйста. Алкогольные напитки 40 градусов. Да-да-да, правильно название. Слушайте, правильно, мудрая страна, правильный язык. Ну да. Там есть напитки, это же какие же напитки. Да, там есть очень много напитков разных, и сливовица, и есть дуня, есть айвовая водка. То есть там вот таких вот напитков местных. Таких народ, таких вот местные традиционные. Да-да-да, очень много стоит попробовать. Некоторые из них, конечно, действительно крепкие, как бы надо аккуратно быть, но попробовать стоит. Также в Черногории есть много у нас экскурсий. Мы предлагаем, да, экскурсионные наши партнеры, экскурсионную программу. Программа есть, Скадарское озеро, есть и рафтинг, есть три каньона по рекам. То есть, в принципе, природа очень богатая, очень красивая. Есть что посмотреть. Очень красивая экскурсия по Бока-Катурскому заливу. Бока-Катурскому заливу — это вообще как вроде бы вот Будва и Вечичи, и Бока-Катурск. Как будто бы, ну, не две разные страны, но они вот разные, очень разные. Вот, стоит посетить обязательно. Опять-таки, красивые, действительно, старые города. Та же Будва, да, есть старый город. Город Пираст, город Каттор. Там есть старые крепости, которые уже очень-очень много лет, очень красиво, мощенные, да, вот каменные улицы узенькие. Прогуляться, побродить по ним стоит однозначно. Вкусная национальная кухня. То, что, в принципе, я тоже уже говорила, морепродукты, обедение, разные другие. Вот, действительно, я считаю, что посетить страну и не попробовать местную кухню, ну, это, не знаю, это грех просто. Вот, потому что в каждой стране, действительно, есть свои какие-то национальные блюда, есть специи, которые они используют, да, в которых у нас, например, нету. Вот, и плюс накладываются еще какие-то другие кухни. Ну, как бы, и опять-таки, хотелось бы сказать по поводу людей. Там люди очень гостеприимные, помогают. Можно у них кто-то спросить, они всегда помогут, расскажут, ну, очень такие доброжелательные. В этом плане вот страна очень подходит для отдыха, потому что посещая Черногорию, ты как будто бы у себя дома. Ты не чувствуешь какие-то неловкости, что ты вот там, или там, ну, не страх, но как бы все равно как будто бы в чужой стране. Ты можешь спокойно там в Будве даже ночью гулять, и ты не боишься за свое здоровье, там, да, за свою безопасность. Вот, то есть там очень по-домашнему, очень так тепло, и в прямом и берегном смысле. Вот, и действительно в этом плане очень удобно, я же говорю, посещаешь страну, как будто бы, как будто бы дома, да, вот ты ничего не боишься. Такая она дружественная, такая близкая, кажется, при всей ее, конечно, в любом случае диковинности, потому что страна другая, есть другая культура, другая кухня, другой язык, но чувство, да, это такое действительно интересное такое сочетание, когда, в общем, другая вроде страна, но такая комфортная. Вот, ну, я включила слайд, очень красивая природа, видно каньоны, реки, горы, вот почему их называют черные, да, они действительно... А там еще живет кто-то. Да-да-да, там еще и домики есть. Какие-то счастливые люди живут там. Да-да, действительно, вот горы, они такие вот темные, что даже кажется, вот почему, да, Монтонегро, то есть черные горы, да. Есть, кстати, в программах можно рафтинг по реке Тара, например, да, там выбрать для любителей экстремального отдыха, там, спорта, вот, очень интересное и захватывающее. А они летом полноводные, нормальные? Да-да, да, предлагается рафтинг, да. То есть, ну, вот такие вот красивые картинки, на самом-то деле страна очень красивая и... Интересно, прям, как рукотворное такое. Да, когда так хочется даже присмотреться и видеть там следы фотошопа, да, наверное? Да-да, точно. Это вид на старый город, на лагуну, это Будва. Известный памятник возле старого города, да, здесь рядом расположен, я сейчас еще расскажу, отель, пляж возле старого города. Здесь вот на слайде пляжи Магрен, Магрен-1 и Магрен-2, они возле старого города расположены, буквально там минут 10 пройтись от старого города. А как не спускаться? То есть, я так понимаю, что они же... Там в скалах есть вот с другого пляжа на другой проход в скалах, и до этого там тоже такой идет вот тропинка, ну, так вдоль скал. А, вдоль скал. Ну, то есть, просто я смотрю, как город, он вроде как, ну, так, чуть-чуть же, ну, как бы, к берегу равнины, а это прям гора прям совсем подходит. Да, та сторона, где вот эти вот два пляжа, она, там, горы начинаются, да, а другая сторона, которая к бичам, она более пологая. Вот, это, кстати, очень известные пляжи, очень красивые, потому что у них действительно такая золотистая такая мелкая галечка, вот, очень удобные, ну, и считаются одними из лучших. Ну, я смотрю, они небольшие довольно. Небольшие, да. Ну, то есть, для всего города? Ну, который Магрен-1, да, он кусочек, как бы видно, он побольше, вот, Магрен-2, который выше у нас на картинке, он, да, он поменьше, а Магрен-1 побольше. А вот там вот платные шезлонги и зонтики, правильно? Да, шезлонги и зонтики везде, все пляжи в Черногории муниципальные, везде платно, где-то около 6 евро, ну, в зависимости за комплект, да, в зависимости, конечно, от пляжа бывает немножко, как бы, ну, на Святой Стефани, Святой Стефан там дороже, потому что там действительно королевский пляж, его так и называют, пляж королевый, пляж короля. Это тоже картинка. Кстати, хотела вот показать, я позже расскажу про развлечения в Черногории, но на этой картинке, фотографии очень хорошо видно гору, да, вот у нас слева старый город, и на холме находится дискотека, которая открылась в прошлом году, в начале прошлого года, называется Top Hill, считается одной из самых лучших и такой, ну, интересной дискотеке, ее стоит посетить, она работает, начинает работать, да, с сезона с мая месяца, вот, и туда вот ведет такой серпантин, туда только можно на такси доехать. Это для молодежи информация, кто любит посетить дискотеки. Это набережная, очень красиво гулять по набережной вечером, ночью, утром ранним, когда свежо, когда в Будве, в Будве очень хорошо отдыхать тем, что там есть вся инфраструктура, и оно подходит и для молодежи, и для, там, отдыха с детками, ну, не грудничкового возраста, немножко, да, постарше, вот, и для людей, там, более пожилого возраста, в принципе, можно предложить, но идеально, конечно же, для молодежи, кто хочет такой более активной жизни. Это вот вход в старый город в Будве, это улички старого города, да, походить там, кстати, я вот ходила-ходила, все равно иногда понимаю, что я там не все увидела, вот, есть там еще и там какие-то ресторанчики, в которых я еще не посидела, и магазинчики, и сувенирные, то есть для себя потом еще открываю, что вот, я там еще не была, хотя, кажется, там небольшой старый город, но с тем же есть такие улицы, где я еще... Ну, они очень живописные, такие самобытные, что там, ну, каждый метр отличается от последующего, и там всегда есть что открывать, потому что они такие, ну... Начиная, Будва кипит жизнью. Ну, я так понимаю, вот она, Будва как-то, что-то мне вот сейчас вот этот предыдущий слайд напомнил Ялту, ну, то есть я имею в виду, и, наверное, по концентрации и по, если по сравнению, там, например, с ЮБК, да, то вот Будва действительно считается, наверное, таким местом, ну, таким, скоплением, да, центровым и активным. Да-да-да, там, и, во-первых, все работает, да, есть сюда познавшиеся, какие-то сувенирные лавочки, там магазинчики, все работает очень долго, вот, есть дискотеки, есть ресторанчики, там, действительно, вот, ну, и там, конечно же, если так вот подумать, есть, и там и шумно, да, в этом плане, но шумно в основном где? На набережной. А виллы, которые, да, мы предлагаем, они расположены немножко выше, как бы, ну, не так выше, как бы, немножко дальше от набережной, и сами виллы уже могут быть на тихих улицах, где, в принципе, вечером спокойно, вот, ну, а для веселья выходишь на набережную, где есть дискотеки, и за счет этого тебе не мешают никто спать, ты вилле можешь спокойно отдыхать, а вот, а с тем же ночная жизнь кипит. Да, но чаще всего вот у наших туристов такой стереотип есть, да, что вот на первой линии это нормально, если там вторая, третья лишь в городе, это как-то ненормально, это такое вот у нас, ну, мне кажется, такой пережиток немного, потому что, ну, и немножко, наверное, это проблема вот этих массовых направлений, там, Турции, Египта, где отели, ну, демонстрируя там наилучший сервис, размещают их, естественно, на первой линии, это считается нормальным отельом, на второй линии это уже там, на третьей не очень. Переносить эту кальку на вот такие регионы, как Адриатическое побережье, Средиземное побережье, да, Средиземноморское побережье, я имею в виду, Европейское, нет никакого смысла, потому что вот как раз в таком размещении и заключается интерес, что ты можешь в активном городе жить, да, ну, то есть я имею в виду расположиться, но находясь там на второй линии среди городка, да, иметь тихий, тихий, спокойный отдых, но при этом быть в центре событий. Да, да, согласна, сто процентов. Ну, вот по поводу дискотеки, да, Топ Хилл есть дискотека, есть дискотека еще, это вот фотография с прошлых концертов, прошлый год. Вот, это у нас Тракадера, есть открытая и крытая дискотека Тракадера, вот это вот открытая дискотека, есть также еще дискотека Амбиенты, то есть для молодежи там действительно есть заведение, куда можно сходить, где можно погулять, вот, кроме этого есть еще несколько открытых дискотектов, просто менее популярных, да, в старом городе также есть еще, как бы, одно там точно место, где можно, в принципе, вечером потанцевать, вот, молодежи, будет где погулять, где повеселиться. По поводу вилл, кстати, по поводу того, что я говорила, да, тихая, вилла расположена на Тихой улице, вилла Франета категории А, категория А-то у нас от виллы, да, высшая категория, потому что есть еще виллы категории Б и Ц, Б немножко тоже ниже, и Ц такие самые простые. То есть я так понимаю, что это такая имя, придуманная вот этими виллами, да, это неофициальная категория А, Б и Ц, то есть А самый высший, Ц самый низший. Да, данная вилла очень удобно расположена, она недалеко от старого города, возле крытого рынка в Будве, торгового центра Тикью Плаза, до пляжа там буквально 5 минут ходьбы, но с тем же она расположена на спокойной улице за, за вот за рынками, за Тикью Плаза, да, там Тикью Плаза — это торговый центр. И вот удобство виллы как раз в этом, что она и рядом расположена, и с тем же на спокойной улице. Есть там бесплатный Wi-Fi, очень хорошая вилла, хорошие номера, комфортные. Есть номера студию, есть номера, да, как видно вот на картинке одной ниже, вместе с мини-кухней для тех туристов, которые там, да, хотят, чтобы что-то приготовить, потому что данная вилла не предоставляет питание. Далее есть еще новая вилла, которая буквально второй год работает, второй год будет принимать туристов, Гранд Палаццо Вилла Вип. Она расположена вот как раз в тихом районе Будвы, до старого города, там где-то будет около 20, наверное, минут пешком. Поблизости есть заведение, где можно покушать, это не проблема. До пляжа минут 15 ходьбы, очень хорошая вилла, такого вот, ну, высокого уровня. Очень красивая, элегантная такая. Здесь питание, возможно, завтраки только заказывать, да? А цена на питание вне, ну, вне объектов размещения? Ну, проще сказать, на улице. 6-10 евро. Ну, можно и дороже, да, но вот так нормально, это 6-10 евро. При том, что это, как бы, там, может быть, даже 10 евро тоже с каким-то напитком, да, там, или бокал пива, там, или сок, например. То есть, в принципе, нормальная цена, при том, что накушаешься, порции там довольно-таки хорошие в этом плане. На одного человека с воловой даже можно поделиться с подружкой, и на двоих взять. Окей, ну, доступно вполне, да. Так, далее, большой у нас комплекс, Словенская плажа, отель. Это действительно такой вот, как город. Город в городе Будва. Есть там бассейны, есть кинотеатр, есть и развлечения там разные для спорта. Есть, то есть, там действительно вот городок со всей инфраструктурой. Есть магазинчики. Можно заказать, во-первых, можно поехать туда без питания, на питание, завтрак, ужин, или всё включено, в зависимости от того, как, да, туристы настроены. Первая береговая линия практически, да, то есть, вот видно на картинке выше, что сразу и пляж. Очень удобно расположено, до старого города тоже, в принципе, близко. Можно её предлагать абсолютно там, да, и могут туристы и молодёжь поехать, и с детками. Вот есть и анимации, какие-то развлечения для детей, детские площадки. Ну, такая хорошая. Тем более, они сделали вот несколько лет назад такую хорошую реновацию. А я вот только хотела спросить, ну, номер, ну, современный, видно, что, ну, то есть, и реновация. Я просто хотела спросить, когда, как долго было? Два или три года точно сейчас не вспомню год реновации. Спасибо, что поняли вопрос. И отель такого хорошего уровня, четвёрочек с плюсом, Авола, Авола Резорт, для туристов, которые уже хотят такой сервис, красивые рестораны, на первой линии в старом городе расположено. Тоже питание есть разное, есть и завтрак, ужин, есть полный пансион. От этого отеля очень близко расположен пляж Магрен, да, тот замечательный, который мы видели на картинках. И также пляж, который вот возле старого города. Здесь тоже вот очень удобно. Многие, можно даже там посещать не только там тех, кто для отдыха, там и бизнес-поездки, например. Ну, это уже такое высокого уровня для тех, кто хочет красивый, элегантный номер, хорошее обслуживание, питание. Дальше мы перейдём к курорту Бечичи. Да, курорт я бы рекомендовала для отдыха с детьми. Очень хороший пляж, пологий вход, мелкая галька. Хороший отель на первой береговой линии. Это у нас вид на Рафаиловичи, рыбацкий посёлочек, небольшой такой. Он плавно перетекает в Бечичи. А вот, и дальше пройдёмся по Бечичи. Там, значит, есть замечательный пляж, двухкилометровый. Здесь находится единственный в Черногории аквапарк возле отеля «Медитеран». Ну, повторюсь, для отдыха с детками замечательно, потому что нет рядом действительно никакого шума. Набережная спокойная, замечательный пляж, дискотек рядом нету. И хорошие отели уровня 4-5 звёзд. Ну, как бы как раз хороший такой отдых. Отель «Тара Сентида», четвёрочка, работает тоже вот на питание, завтрак, ужин или всё включено. Есть основной корпус размещения или же размещение в виллах. Двухэтажные виллы. Очень тоже, кто любит, кому-то нравится в основном корпусе, а кому-то наоборот в виллах, потому что там как-то уютнее, там вокруг зелена, оливковые рощи. Ну, действительно, хорошо. «Тара Сентида» — хороший отель с хорошим питанием, сервисом, можно предлагать. Туристы могут хорошо там отдохнуть, расслабиться. Это отель, я так понимаю, тоже реновированный, да? Да, да, конечно, да, это хорошая четвёрка. Ну, я имею в виду, что это не новое здание, он был построен, ну, как бы там давно и реновированный, или он свежий совсем? Год строительства, я так сейчас не вспомню сразу. Ну, ну, примерно там. Вот. Ну, собственно, по номерам видно, что он в любом случае, да. Нет, номера хорошие, да. Свежие, нормальные. Да, номера хорошие, если посмотреть, да, как бы у нас на сайте там больше фотографий есть, то там видно хорошо, что номера свежие, хорошие. Как бы отель всегда поддерживает свой уровень и старается, как бы, для туристов, чтобы было комфортно. Далее отель Медитеран, тоже на первой линии, то, что я говорила, да, есть рядом аквапарк, есть спа хороший, есть и бизнес-центр, тоже можно его рекомендовать, там могут туда поехать и люди, которые там, и молодёжь, и с детками, и, ну, особенно, я же говорю, обещащие, хорошо для отдыха вот семейного. Иберостар Белевью, сетевой отель, работает на питании, всё включено для тех, кто любит, опять-таки, систему, да, всё включено для отдыха с детьми, там очень хорошая анимация, есть хорошие номера, тоже все реновированные, первая береговая линия, разные мероприятия, там, да, там и спорт, занятия спортом, различные развлечения, и один из лучших отелей уровня 5 звёзд, да, сплендит, известный, действительно, вот для тех, кто хочет сервис на высшем уровне, да, VIP-уровня, есть разные номера, и также есть возможность для больших семей, возможность коннекшн, если там хотят, да, там размещение, там, 5-4 человек, очень удобно. Здесь, конечно же, шикарный спа, вид на море, ну, данный отель, как бы, для таких туристов, которые любят внимание к себе. И дальше пойдёмся, да, это набережные Рафаиловичи, в Рафаиловичах есть вот несколько ресторанчиков, несколько кафе, прогуляться можно по набережной, там уже нету таких сетевых больших отелей, там в основном небольшие отели, в данном случае мы предлагаем отель, ну, они, в принципе, сетевые, но только в Рафаиловичах обала, это обала фонтана, там апартаменты расположены, есть двухкомнатные с мини-кухнями для тех, кто там, да, хочет, для семей, для тех, кто там с маленькими детьми, возможно, необходимо там что-то приготовить, расположены в 150 метров до пляжа, и отель обала понта, расположен прямо на набережной, небольшая троечка тоже, то есть там количество номеров всего-то четыре, да, он небольшой, вот, все апартаменты с кухней, есть апартаменты с видом на море, очень красивый там вид, потому что вот на верхней картинке он у нас третий, третий, да, третий вот на верхней картинке, да, с края, а вот, очень удобное расположение и вид на море. А как, что с пляжем? Пляж ходим? А пляж, там вот сразу идет, да, видите, бетонная, там не платформа, а вот, а пляж вот немножко пройтись влево, или же... За поворот куда? Или за поворот, там есть пляж Каменка, вот, небольшой, кстати, тоже можно как вариант, он просто не такой будет, не так будет много людей, да, в сезон, а вот, или же пройти, наоборот, вот вправо, в сторону Бичичи, вот, там есть пляж, то есть там до пляжа минут пять, не больше, а так он вообще на берегу, тем более видно море, там очень хорошие, хорошие номера, удобные. Далее курорты тоже для спокойного отдыха, Петровац, в принципе, есть здесь инфраструктура, есть и магазинчики, есть даже одна дискотека, то есть если молодежь хочет там, да, так, в принципе, не любит дискотеки, там не будет, но один раз можно сходить. В данном случае Петровац подходит, и также для семейного отдыха есть и магазинчики, есть рыночек, банки, все, что необходимо, вся инфраструктура, все рядом. Сам по себе городок такой небольшой, как видите, бухта небольшая, но с тем же там представлено несколько таких замечательных отелей, которые можно рекомендовать абсолютно для всех. Это набережная, тоже очень красивые, пальмы. Да, это классно, и пальмы, и горы, и море такое лазурное, прозрачное, красивое. Также вот видно посреди бухты есть два небольших острова, Святой недели и остров Катич. То есть можно как-нибудь на катере, на лодочке. А, кстати, на лодочке прокатиться, я так понимаю, да, то есть вот сколько это стоит? Можно нанять. В Будве это стоило где-то до 5 евро, там тоже вот в Будве есть остров, недалеко, да, от берега, 5 евро туда, обратно, по-моему, мы ездили в прошлом году на целый день, то есть вы туда, например, в 12, обратно можно договориться, вас заберут оттуда в 5 и позагорали там, отдохнули, там зато меньше людей. Ну, здесь острова такие совсем маленькие, поэтому там позагорать не получится, потому что нету такой возможности. И далее отель в Петровоц, так и называется Петровоц, 3 звезды, небольшой отель, очень удобный, до пляжа буквально там через дорогу 5 минут, хорошие такие свежие номера, комфортные, он по ценовой политике такой недорогой, вот небольшой, ну, для отдыха, я думаю, что то, что надо, потому что и рядом все есть, и пляж рядом, очень удобно. Далее отель Ривьера, 4 звезды, данный отель рекомендовала бы для отдыха с детьми, потому что есть детский мини-клуб, есть там и бассейн, и детский, и взрослый, он такой утопает в зелени, очень хорошие номера, красивые, есть там разные категории номеров, есть и двухкомнатные, для, да, для семьи там уже 4 человека, и он на первой береговой линии, то есть пляж рядом, и также отель Монте-Кассо, 4 с плюсом, на первой береговой линии расположен, очень хороший отель, он каждый год придумывает для своих гостей какие-то такие вот, ну, не новинки, но какой-то такой эксклюзив, например, в прошлом году они каждое утро, по-моему, наливали бокал шампанского гостям, то есть они всегда пытаются индивидуально подойти к каждому гостю, к каждому туристу для того, чтобы оставить какие-то вот такие особенные впечатления, да, от данного отеля, и Святой Стефан, безумно красивый остров, с действительно золотистым, замечательным пляжем, пологий вход, очень красивый вид открывается, потому что он так расположен внизу, а когда особенно едешь там по дороге сверху, налюбоваться невозможно, очень красиво, очень хорошие пляжи, на Святом Стефани у нас мелкая галечка, очень удобный пляж, к сожалению, конечно, на полуостров просто так не пускают, потому что там у нас знаменитый отель Аман расположен, где отдыхают мировые знаменитости, замеченные неоднократно были, а мы предлагаем в Святом Стефани вилла BMW. BMW она называется не потому что машина, а потому что у хозяйки две дочери, вот не помню сейчас имена дочерей, но это первые буквы дочерей и первая буква её имени, поэтому она BMW, нам было очень интересно, почему же вилла BMW. Ну она, да, интересная. Но номера очень хорошие, кстати, очень такие свежие, удобные, есть номера с видом на море, до пляжа там буквально 7 минут, но надо по ступенечкам, да, вот туристам всё-таки стоит обращать внимание, потому что отель так, не отель, а курорт расположен немножко так вот каскадно, поэтому для пожилого возраста всё-таки людей, возможно, будут сложности. Ну я так понимаю, что такое размещение как раз, собственно, гарантирует прекрасные виды. Прекрасный вид, замечательный вид. Даже если там на второй линии, на третьей, то это считается, ну считается на третью, то севью всё равно есть. Да, севью всё равно есть, но Света-Стефан, я думаю, можно рекомендовать его для спокойного, такого романтического отдыха, там, например, садебное путешествие люди там приехали, да, потому что он действительно такой романтичный, красивый, спокойный. Далее курорт Ульцин, это самый южный город Черногории, он граничит недалеко с Албанией, там расположен, кстати, известный в Европе нудистский пляж, нудистский курорт Адабаяна. Туда ездят туристы, вот любители таких пляжей. Город есть старая часть, да, есть старый город в Ульцине, есть где погулять. И в данном случае мы предлагаем отель Отрант. Там есть размещение в основном комплексе и корпусе и в виллах. В виллах, возможно, размещение большой семьи, потому что есть там двухкомнатные. Очень хороший там пляж, потому что там песочек для деток, для тех, кто любит всё-таки песок. Это очень удобно, плавный заход, но стоит обратить внимание, пляж такого серого цвета, это потому что он насыщен радоном и йодом, и очень полезный, и особенно для тех, кто болеет, например, ремотоиды, артрит, в таком плане, то есть заболевания. Далее, по поводу экскурсий, я уже говорила, есть, предлагаем, да, экскурсия, есть экскурсия Мини Монтанегра, она охватывает в себя, как бы, действительно, как вот название Мини Монтанегра для того, чтобы увидеть всего, да. Есть пиратское путешествие по заливу, там тоже интересная экскурсия. Вечерний Бакокатурский залив, очень красивая живописная экскурсия. То, что я говорила, вообще Бакокатурский залив стоит посетить или вечернюю экскурсию, или исторически выбрать Бакокатурский, но очень красивая местность, горы очень близко подступают. Вы обезжаете этот залив по дороге, которая расположена вот между морем и горами, вот. И очень красивые там виды, ну, тем более, стоит посетить, там есть два острова. Один остров настоящий, ну, природой, да, а другой рукотворный. И рукотворный его сделали моряки. Каким образом? Там он был небольшой, и на этом острове один раз нашли икону. Как он туда попал, было неизвестно, но в итоге, как бы, сказали, что это место святое. И моряки, когда проезжали, они всегда там обязательно кидали камушки, таким образом этот остров вырос в размерах. Но он всё равно, конечно, маленький. Легенда интересная. Да, ну вот с города Пераста можно туда попасть. Есть катер, то есть экскурсия, можно попасть. Далее есть экскурсия Триканьона по рекам Тара, Марачи и Комарницы. Можно также посетить Албанию, Скадарское озеро и монастыри. Монастырь Островь и монастырь Цетини. Есть экскурсия только в Островь, а есть ещё экскурсия Цетини плюс Островь, два монастыря. Туда идёт в Островь очень такой жёсткий серпантин. То есть дороги там действительно такие вот извилистые, но с тем же открывается замечательный вид на горы, и аж дух захватывает. Далее также ещё есть экскурсия Боснии и Герцеговина. Фиш-пикники, ещё можно посетить национальный ужин. А что в Боснии и Герцеговине смотрят? Требени и Тврош. Два города посещают. Обзорная экскурсия по городам. Да, да. Ну, кстати, многим нравится, туристам говорят, интересные экскурсии стоит посетить, потому что тоже страна, вот вроде бы они все так немножко похожи между собой, но всё равно какие-то особенности есть. Интересно. И перейдём к Хорватии. К Хорватии? Или ещё? А нет, мы ещё не перейдём, потому что мы, наверное, сейчас посмотрим какие-нибудь вопросы. Давайте. Которые у нас по Черногории существуют. Так, ну, про Черногорию спрашивают вот часто, да, с маленьким ребёнком, вот куда ехать, чтобы было и тёплое море, ну, и, собственно, и удобный пляж вход, ну, песчаный там или какие-то там. Ну, вот или Ульцин, отель Отранд, там песчаный пляж, или Бечечи, отели там Иберестар, Сентидо, Тара Сентидо, Медитеран, Сплендит, и также ещё Петровац, отель Ривьера Петровац. А самый, ещё спрашиваю, самый доступный, ну, самый, как бы, недорогой регион по Черногории считается какой? То есть самый дешёвый отель где? Наверное, в Будве-Виллы. Ага, в Будве-Виллы всё-таки, да. А вот, кстати, я хотела про виллы спросить. Вот в основном размещение вообще Черногория, да, и вообще Адриатическое побережье, ну, в большей степени предлагают размещение в виллах. Скажите, вот эти виллы, например, там только русские, например, русскоязычные отдыхают, например, только украинцы. Или на этой вилле может быть такое, что там и для немцев она сдаётся, и для итальянцев, и так далее. Как, ну, обычно, потому что они же маленькие, но мне кажется, что... Они маленькие, да, в том-то я делала, что бывает такое, что там в вилле, там, 4 номера, 10 номеров, и бывает такое, что вилла наполовину, например, выкуплена там нами, наполовину другим оператором. Поэтому, скорее всего, там всё-таки будет больше наших туристов, да, как бы со стран СНГ. Ну, вот я это хотела уточнить, да, потому что, скорее всего, если это виллы, то, скорее всего, это будет, потому что такие объекты они заключают, ну, логично, что хозяин заключает договор, там с одной какой-то компанией, и тогда это будут русскоязычные туристы. Да, а в отелях, конечно, в отелях можно встретить и других туристов из других стран. Я поняла. Так, что у нас ещё? Какие вопросы есть? Также можно, кстати, расскажу про Игала. Есть там лечебный, да, центр Институт Игала. Для туристов туда даже посещают не в зависимости от сезона, да, пляжного, как бы, когда можно купаться, то есть можно и в октябре. Там есть различные лечебные процедуры для восстановления, как правило, да, после там каких-то там спортивных, например, травм, да, то есть там очень хорошие лечебные процедуры по восстановлению там позвоночника, да, там болезни позвоночника. А где ещё, расскажите, очень актуально сейчас для меня. Игала. Игала, да. Это недалеко от Герцегнови. Ну, это буквально вот сразу Герцегнови и Институт Игала. Лечение уже назначают там, после осмотра. Ну, конечно, желательно взять с собой какие-то там уже, да, результаты там анализов, например, там, снимки, ну, в зависимости от того, какая проблема. Ну, у них, в принципе, на сайте вот есть очень много информации по лечебному. У них разные и бассейны, и разные там и водные процедуры. И, ну, воду там не пьют. Это не то, скажем так. То есть это физиотерапевтические такие процедуры. А какой порядок цен, ну, может быть, даже если вы не ценны, скажете, ну, например, в сравнении там, ну, с нашими или с европейскими ценами, ну, чтобы сориентироваться, понять, есть ли смысл туда ехать, лечиться. Ну, какие-то отзывы от туристов какие-нибудь были? Нет, туристы туда есть. Это у нас и бронируют, и запрашивают. Я же говорю, даже вне зависимости от того, какой там сезон уже начался, можно ли купаться, нельзя, запрашивают. Но по поводу цен, в принципе, если сравнивать, конечно, там, возможно, там, если с Чехией, то будет всё-таки дешевле. Но мы продаём в данном случае только проживание плюс питание и перелёт, да, то есть трансфер без лечения. Лечение уже оплачивается на месте. В зависимости от того, какие процедуры там назначены, какую там вы выбираете для себя программу, уже оплачивается на месте. Понятно. Окей. Так. Мне этот ещё. У нас будут немножечко, буквально через несколько минут, будет обзор по ценам по Черногории, насколько я знаю. А может, не по Черногории. Это будет в любом случае оперативная информация цен, которая существует на данный момент. У нас пока есть время, ещё там буквально несколько минут. И на Черногорию ещё мы это отведём время. Хорватию мы как раз вот начнём со следующего, со следующего блока, скажем, нашего информационного. Ну, а я напомню вам, что те вопросы, которые у вас возникают, вы можете задавать нам сразу же, вот, непосредственно справа от экрана, где вы нас смотрите. Там есть такая форма, вы можете её заполнить. И мы увидим ваши вопросы и тут же отвечаем, стараемся тут же отвечать. Что дальше? Мы, конечно же, регулярно информируем вас, ну, буквально вот каждый час уже по такому сложившемуся расписанию, буквально, ну, в конце каждого часа мы даём такой анонс цен, который, не анонс, а обзор цен, существующих на данный момент, горящих, самых интересных и самых доступных по различным направлениям. Чаще всего мы привязываем это к тому направлению, о котором мы ведём речь с нашим очередным гостем. Гостей приглашаем из разных операторских компаний по разным направлениям. Ну, сейчас, на данный момент, это чаще всего направления, которые актуальны для летнего отдыха, для морского летнего отдыха. Но также и уже у нас были спикеры, которые, ну, рассказывают, скажем, ту же экзотику. Это такие круглогодичные направления туристические. Бывают у нас не только по странам, но и по типам отдыха представители и разные операторы, в частности, круизные компании, ну, не компании, круизные, а компании, которые предлагают круизный отдых разнообразный. Разнообразные автобусные путешествия, авиагрупповые путешествия. Хочется отметить отдельно, что очень интересна сейчас такая тенденция, ну, тенденция последнего времени. Организация вот таких групповых поездок, но с авиаперелётами, что существенно упрощает транспортировку и время сокращает. Ну, и, в общем, по деньгам даже, в общем, очень даже и бюджетно. Мы напоминаем, что 1, до 1 мая действует акция, такие остатки, волны акции, которая мегабамба началась 1 апреля. Она сейчас трансформировалась после 16 числа, когда именно основная волна уже стихла. Мы всё-таки оставили, сеть агентств горящих путёвок оставила вот такую ещё возможность для людей, которые хотели бы воспользоваться. Акция называется «Чистый паспорт». Она будет актуальна для людей, у которых чистый паспорт, которые никуда ещё не ездили, но имеют уже заграничный паспорт. Либо уже путешествовали, но вы только получили новый паспорт. Anyway, в любом случае, как я на английском заговорила, вдруг. В любом случае, вы можете воспользоваться, имея чистый паспорт, акционными ценами, которые предлагает компания сети агентств горящих путёвок HotTour.com.ua сайт, где вы можете найти эти предложения, следите за ними. Если у вас есть какие-то уже пожелания, и вы бы хотели, например, уже нашли это предложение, не знаете, что вам делать, ну, как минимум, пишите нам, если совсем вот не знаете, что делать. Но если хотите просто инструкцию к тому, что дальше сделать, то зайдите в раздел «Где купить», найдите агентство, которое находится ближе к вам в городе, станция метро, регионы и так далее, обратитесь туда и немедленно же отправляйтесь отдыхать, потому что погода уже шепчет. Погода шепчет уже прям нам всю неделю.